Мы должны сейчас делать такие вещи, чтобы с нами считалась власть, чтобы нас власть обожала, чтобы нам власть прислушивалась и так далее. И мы предлагаем делать революцию с них. Вы поймите, не революцию. Мы должны здесь присутствовать, потом накладывать в вышестоящие разные структуры революцию, слово убедительное, революцию с них. Вот со всеми нашими проектами, то, что мы хотим, что приточит народ в нашу большую большую работу. Ну а президент и его правительство пускай делают революцию с них. Мы будем уступать, а не сверху, мы с них тут. В таком-то рубеже мы встретимся и посмотрим. То, чего больше дадутся. Для тех решений, которые сегодня будут приняты на нашем мероприятии, мы их обработаем в комитете. Доведем до вас, до всех в электронном виде. Ну и до, будем доводить, как я сказал, и до президента, и до правительства, и до всех остальных государственных структур. Поздравляю рабочим президентом Верховного Антамана Союза Казаков России, Народного Павла Филиппе. АПЛОДИСМЕНТЫ И один из представителей легионов. Это Нечеборов Александр Викторович, председатель комитета безопасности Повара. АПЛОДИСМЕНТЫ На техно-тактическую обстановку у нас ведет Глашов и Ленин Григорьевич. Пожалуйста, снарядно. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, товарищи офицеры, уважаемые гости. Передаю привет из Киева, от Союза, от офицеров Украины. Они сейчас тут подходит. Итак, мы 17 февраля обсуждали ситуацию вокруг России. При России в преддверии президентских выборов и звучали надежды, что вот сейчас изберем Путина, он поменяет правительство, поменяет курс развития страны и мы заживем счастливо. Не все этот оптимизм поддерживали, и мы видим, что мы получили. Получили. И получили то, что обязаны были получить. Потому что есть объективные причины, на которые даже Путин повлиять не может. Итак, давайте посмотрим на структуру общества нашего и власти. И вот главное, две главных структуры, жестко конкурирующих между собой. Первое, я отношу вот этот олигархат или корпорацию, этой государственной корпорации, этой частной корпорации, которые держат экономику страны. Причем, когда мы говорим о государственных корпорациях, надо внимательно посмотреть, к какому государству какая доля принадлежит. Вот, сняли лозунг. А раньше включаешь телевизор, и билборды, что ли, эти 50. «Газпром» — наше национальное достояние. А посмотрите акционеров. 28% — это «Бэн оф Нью-Йорк». Чье национальное достояние. Дальше мы будем говорить о корешах и так далее, кто имеет государственную долю в составе 51%. Как назвать государственными словами? Итак, вот первый сегмент или компонент нашего общества и государства — это корпорации, связанные коррупционными связями, связанные между собой общей политикой, в том числе и социальной. И они же формируют и состав нашей власти. Не на 100%. Второй сегмент — это путинское сообщество кореша, с которыми он пришел. Сначала в Питере, с которыми он пришел во власть, ну не сразу пришел, но инкорпорировал их во властные структуры, отдавая часть экономике, часть бога и значительную часть властных структур. И вот эти два сегмента нашего общества, они формируют власть и никто другой. Они конкурируют между собой, дерутся. Но и политические партии здесь, здесь же и окружение Путина, здесь и администрация и так далее. Мы вот прежнее правительство анализировали и порой удивляемся. Ну, почему, значит, вот там Кубава, что он такой появился? Откуда голоденцы, почему сейчас на переходе и так далее? Откуда там Дморкович появлялся? Я не помню, говорил я 17-го, но раньше я всегда говорил, что Уалов это страховой пиздер. И чем выше он поднимается, тем роль этого бизнеса становится более наглой и так далее. Ну, тот же Дморкович, Косицкий, Капитал, господин Берлазар и всех прочих. Ольга Голодец, вот ей безразлично, каким вице-президентом, премьером бы. Она иногда вспоминает, ой, да я по социальным вопросам сейчас опять будет вспоминать. Потому что она представляет вот эти монополии Патарина, Прохорова и так далее. И так, кроме там трех-четырех министров, может быть, сегодня, это представители вот этих двух сегментов нашего общества. И они же узурфировали власть, политические партии, депутатский корпус. И они определяют политику. И поэтому, когда мы говорим, а почему нефть там растет, ценнее растет, растет цена на бензин или на газ, почему растет? Да, потому что вот представители Государственного законодательного собрания, вот, двух палатных правительств, все, они лоббируют интересы своих корпораций, своих кланов, которые их поставят. По-другому не будет. Третий сегмент. Это то, что мы назовем народ. Это мы с вами. Это учителя, это медики. Это госслужащие, это работники даже частных, и государственных, и частных корпораций, и так далее. Те, которые не допущены вот к принятию решений, и, конечно, кирижок вот этих финансов, и так далее. Здесь и офицерский корпус наш, военнослужащий, собственно говоря, и так далее. И вот мы здесь прикидывали, это где-то составляет 30-35 миллионов человек. Но, удвойте и даже утройте с членами семей, это вот как раз этот социум, тот, который тянет экономику, обучает там детильщин и прочее, прочее, прочее. То есть тянет Россию. И это тот объект, из которого сосут все соки, вот эти два верхних компонента. Ну и есть еще четвертый, его по-разному называют. Ну, где-то маргинальный, наверное, неудачный, наверное, я неудачный его писал. Это беднейшие слои населения, бабушки стоящие там, просящие копеечку на булочку хлеба. Это пенсионеры, в том числе и те, кто брал Берлин, кто делал победу, они сегодня нищие. Это, конечно, как раньше говорили, любимый пролетариат или деклассированный элемент, алкоголики от безысходности, наркоманы, это мигранты и так далее. И это тоже очень-очень большая комфорта нашего населения. Вот такова структура общества, и такова структура нашего государства, и такова у нас власть. И вот вопрос встает, а кто такой Путин? Я вот много лет изучаю его, патриот ли он России, хочет ли он сделать Россию великой, или хочет он просто войти к таким руководителям, после которого будут медведи, грехи, которые еще хуже его он будет, будем мечтать о нем. Вот я не берусь вот дать однозначную оценку. Или же в этом раскладе сил наверху. Он просто регендирует грабеж России, ограбление населения, вымирание страны. Посмотрите, ООН дает, что нам скоро будет 132 миллиона. Не верит, я не верю тому, что, говорит, растет там продолжительная жизнь, рождаемость и так далее. ООНовская комиссия, вот буквально свежие данные, что нам скоро будет через 25 лет 132 миллиона. Вот поэтому говорить о том, что у нас хорошая или плохая власть, не следует обратить внимание на сегмент, обозначенный красным цветом. Этот сегмент не выполняет третью статью Конституции. Да, нет механизмов, но есть принципы. Где говорится, что един носителем шеверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И володя Ненужного здесь стеснят, Владимир, второй федер, стеснятся революции снизу, сверху. Есть статья в Конституции. Народ осуществляет свою власть, свою властную полномочию. Как непосредственно, так и через систему выборных полномочий. То есть, вот они, полномочия есть у нас. И вот мы видим, какую политику сегодня возьмите любую сферу. Мне близка, я профессор в судьбу университета, мне близка система... Мне наиболее близка сегодня вот эта сфера образования и науки. Посмотрите, как относятся к будущему вот эти вот два сегментно-властных, осуществляющих власть и проводящих власть. Отношение к науке. Науку сначала отдали, вдумайтесь, Минпромторгу, Министерству промышленности и торговли. Отдали науку, Академию наук, подчинили туда все. Потом вроде смотрят, наверное, эти торговцы, нечем торговать, все уже, что можно было, вывезли из научных знаний и технологий. Отдали Минпромторг, науке добавили. Сегодня опять поделили это министерство и опять наука. И кто возглавляет сегодня министерство науки и высшие школы высшего образования? Никогда финансист, финансист, который никогда, ни часу не преподавал, не преподавал, наукой никогда не занимался, и чем он финансист по профессии и по образованию, чем он будет заниматься, остается только года. И вообще на состав правительства посмотрите внимательно. Я еще не до всех докопался. Есть ли хоть один серьезный организатор производства, недоученный юрист-премьер, больше всего в мире в составе правительства вице-премьера, а не так вот корешей вот этих собирают, и этот ТИПО был, значит, там, Мутко, ну уж везде был, ну все развалим. Тот идет к Путину, мы же вместе фотографии показывают, вот в санаторий там Рижан Собчаков вместе и так далее. Ладно, придумаем здесь премьерский пост, еще кого-то. Вот таким образом они осуществляют, мне кажется, вот это формирование, образовое формирование. Идем дальше. И поэтому я фиксирую, что во главу угла, проводимой правительством и президентом политики, ставятся интересы корпораций и кланов. Именно на них, на обогащение, на прибыль работы. И так далее. И вот то, что я говорил вам, ну здесь можно подчеркнуть, вот, что вот в этом составе сформированного правительства, Владимир Петрович говорит, нет ничего хорошего. Может, хорошее, потому что, на мой взгляд, клановики сегодня преобладают над вот этим олигархическим корпоративным сообществом. по-моему, членам класса. В том числе и такие, как Севчин там, Миллер, они сегодня к клановикам относятся. Вот, может быть, надежда какая-то развлекает. А теперь, что грозит России? Да, там есть НАТО, есть там эти конфликты вокруг нас, военные базы. И это не главное. Главное то, что мы разрушили свою историю, разрушили свою государство, разрушили и продолжаем уничтожать традицию, нашу духовность. Ну, сейчас вроде боевые там, трудовые подвиги чуть-чуть поднимают и так далее. но именно вот это главное, это главное, что мы не знаем вот на какую историю определяться. Вот, наверное, кто-то знает в школе, но мне говорили, вот мы в Воронеже там проводили конференции, мы говорили, а как учителю учить историю? дают в школе пять учебников разных по истории. И говорят, а вы сами там определите, когда. Вот это вот мы базу своей цивилизационной и духовной народной сущности разрушили. Второй момент. Я рекомендую сейчас там убирают, убирают, но все равно в интернете выступление этого главного алкоголика и главного исторического преступника Отечества Ельцина в Конгрессе США 1992-1992 год есть в сокращенном варианте, но послушаем. Когда этот алкаш взял вину всю за беды человечества на себя. Жупел коммунизма, разрушающий человечество, несущие войны и так далее, разрушен. То есть Советский Союз это жупель и так далее. И ругают русофобии и так далее. Главный русофоб вот этот подонок, в котором музей ставят, в котором там почитают и так далее. Это мы взяли всю вину на себя устами вот этого алкаша и тащим все. Не можем отвергнуть. Понемножку общество отвергается и так далее. Третья угроза. Вы знаете, у нас нет своего собственного проекта. Мы не знаем, какой мир нужен России. У Петра был свой проект в виде, какой должна быть Европа, каким мир. У Александра Третьего был проект, да у всех государей и так далее. У Сталина был, вот, каким мир, и мы участвовали в этом строительстве. Какой мир сегодня хочет Россия? Мы говорим, надо поезд, а что это такое? И, значит, мы встраиваемся, ну, начиная от этого, от второго исторического подонка и преступника Горбачева, который в рамках одной операции уничтожил результаты Второй мировой войны, а этот яльциноид уничтожил тысячелетнюю историю и государство наше. Вот. И вот с тех пор мы пытаемся влезть чей-то проект, мировой проект не имеет собственного. А значит, всегда будем в колонии. Каковы внутренние у нас угрозы? Буду кратко. Вы понимаете, вот как мне представляется, мы сегодня находимся в депрессивном таком состоянии, в ощущении собственной незащищенности. ни на улице, ни в политике, ни в бизнесе. Вот здесь предприниматели знают, что находимся в ощущении вот такой плосной незащищенности, страха какого-то и так далее. Мы живем и что-то делаем, нам Путин и вся эта пропагандистская машина значит, вещает, что мы там что-то сделали. лучший в мире президент, сейчас оказывается правительство лучше. Но мы не знаем, что мы строим. Каждый из нас, наверное, сарай какой-нибудь подстроил, знал, что он строит. Для чего? Какой-то проект имел и предназначен. Что мы сегодня, какую Россию строим, не знает. Не знает наше население, особенно молодежь, я работаю со студентами. Понимаете, вот жизненных таких установок, ради чего? Чего он хочет в будущем? А он не может сказать, потому что не знает, о какой стране будет, какой мир будет. то есть некая бесперспективность перед нашим молодым сообществом. Ну, что-то частное имеет, может бизнес, может все и так далее. И вот еще одна беда внутренняя, что ну, сегодня я увидел статистику, что среди долларовых миллионеров у нас 75% уже не граждане России. и устремленность вот многих активных граждан и молодых прежде всего это уехать за границу, получить там гражданство, строиться чужую жизнь. Ну, наверное, помните, когда Джордж Буш-младший был президентом, приехал и с Путиным они были в Петербурге. Вот. И он там торжественно заявил, благодарил Россию президента, что ежегодно 100 тысяч молодых специалистов из России пополняют Соединенные Штаты Америки. Сегодня почти светом не говорят, но цифра не уменьшается, а увеличивается. С кем остается Россия? Идеологические вызовы какие? Ну, во-первых, у нас запрещена в Конституции идеология, а значит идеи какой-то государственной быть не должно. Поэтому мы ходим по кругу, что-то делаем, нет целых цереполаганий в России. Значит, если нет своей идеологии, а такого быть не может, не было идеологии, ну, это сложный вопрос, но, значит, мы подчинены чужими идеологиями, если у нас нет идеологии, поверьте, у нас не будет союзников. Партнеры по бизнесу могут быть, партнеры еще где-то там, союзник там по временной какой-то ситуации, но такого долгосрочного духовного союзника, стратегического союзника быть не может. Ну, и, конечно, нет, естественно, идеи, которая бы объединяла как мы наблюдали в Советском Союзе, не знали, что такое коммунизм, но строили, видели, какого человека воспитывать, какую социальная структура общества там было, то есть объединяло, что такое комсомол, который столетия свое празднует, это величайшее в истории человечество явление, величайшее, вы его не исследуете, мы проходили сейчас мне довелось под вечерами участвовать и когда-то, но это величайшее явление, потому что была общая идея, объединяла духовность, энтузиазм, все это присутствовало. А вот посмотрим, давайте, что происходит в современном мире. Америка, идеология, мир по американцам делала. Латинская Америка, боливарианский социализм гуляет, гуляет, и сего он боливард для всех латиноамериканских стран, это шпанский генерал, банк, и так далее. В Европе есть идея там, что Европа это общий дом, и так далее. Исламский мир сейчас вот ищет идею, ну, великий халифат это, наверное, не получится, но есть идеология своя. Индийская идея идеологии есть, даже Япония, я уж не говорю о Китае, идеология о владении миром есть, и так далее. И только мы вот в этом сообществе вешаем знак вопроса. Ну, что выбирать нам сегодня, не буду говорить. Не буду говорить, наверное. Вот у нас профессор Багдасарян исследовал за последние 25 лет как менялся идеологический сертифик. Доминировал в 90-е годы либерализм. Либерализм. Порядка 33%. Вот этого идеологического мирового сектора либерализм. Вы видите, упал почти на 3%. Социал-демократия где-то примерно держится на том же уровне там, то стресс, то снижение и так далее. но два сектора идеологии они серьезно вырастают. Это социализм с национальной спецификой, не совсем по Марксу. И второе, это национальный консерватизм, приверженность традиции, почитали свои истории там, предков и так далее. Вот таковы идеологические пристрастия. Ну, это я вот повесил, повесил, для того, чтобы запутаться и самому и вас запутать. в России сегодня, ну, по сути дела, вот, нет предпочтений какого-то там типу идеологии. Ну, Путин объявил патриотизм. Ну, патриотизм это средствие для эти идеологии, а не первооснова. Вот. Ну, там, демократия, кто не против демократии. Вот такой этот опрос проводил там и водоцентр и так далее. Вот такой разброс. Пока не предложено, может быть, в силу запрещенности конституционной и так далее. Не предложено вначале вот какая-то. И эта задача предложить идеологии не правительству. Я студентам говорю, что они когда ссылаются там на медведя, я говорю, вы поймите, вы в три раза грамотнее и вот членов правительства, пуденты мои. Что от них там ждать? Вот, наверное, инфектуальное сообщество должно предложить. Потому, что 91% россиян по вопросам считают, что государственная и национальная идеология должны быть. Вот запрос общества. И этот запрос к нам товарищи офицеры, товарищи инфекции. Ну, а здесь я хочу показать, что идеология присутствует и причем зримо, и причем доминирующая идеология. Это либерализм. но в двух типах. Путин демонстрирует либерально-демократические идеи, но правительство и вот эти сектора либерально-криминальные, либерально-олеграфические, как удобно. И основная мотивация в этой вот идеологии, включая и бессмертный полк, вот этих поддержки витвей власти, это сохранение, это самосохранение, сохранение во власти и, конечно, сохранение вот своим непосердным трудом нажитых капиталов. И вот взглянуть на мировую ситуацию, очевидно, что сегодня есть Алиэкана центричный запад и Китай центричный восток. Вот это уже биполярность сложилась. И здесь мы видим обостряется уже торговая война, наращивали военные напряженности здесь все наблюдает. Ну, есть остальной мир, в котором блуждает и Россия. Остальной мир пока встретит. Но вот на что я обратил обратить внимание, что это не только два государства, две сверхдержавы сверхдержавы схватываются между собой. Америка почитает инагурационную речь Трампа, его предвыборные и так далее. И там читается, Америка захвачена, что ли там, колонизирована еврейским финансовым капиталом. И именно вот радикальный иудаизм, особенно хасидского, типа, особенно секта хапа, именно они везде проводят рение о богоизбранности этого народа и о контроле над всем миром. Причем не скрывая, жестко относясь ко всем, как там по-разному называют не только горе. И в Китае тоже есть стержневая нация ханьцы. Это те, которые формировали и сохранили 7000-летнюю историю. И они сегодня определяют политику Китая. И именно там родилась идея опять же в основе поднебесная между небом и землей. Землей значит они на всех сверху смотрят. Средина империи и все остальное это варварское пространство и так далее. то есть тоже вот это мечта о мире. И вот здесь обращать внимание нужно что схватились и две идеологии. Социализм и последний октябрьский прошлого года съезд КПК подтвердил социализм и ничего другого с китайской спецификой. естественно капитализм его дикой глобализм со стороны еврейского финансового интернационала сегодня проявляется. Я это говорю не для того чтобы наблюдать как эти два тигра будут драться а посмотреть а с кем мы с кем мы и если внимательно почитать и даже немножко между строк доклад Си Цзиньпиня товарища Си Цзиньпиня и резолюцию съезда партии последнего то прочитывается что те страны которые являются капиталистическими они по крайней мере являются недругами Китая мы кто думает и бегло социально-экономический результат критикуемые как мы сейчас же были цветем день ото дня благодаря родному президенту и правительству расцветаем и так далее вот объективные данные исследуют институт стратегических экономий Александр Владимирович Агриев за застойные 25 лет до 90-го года экономика СССР выросла в 2,5 раза на уровне развития науки образования и так далее за 25 лет после этого мы выросли аж на 4% здорово а в натуральных показателях это есть тоже выдающийся экономист много лет возглавлявший Госкомстат Росстат Василий Михайлович Семчера вот он публикует в журнале Изборский клуб что мы в натуральных показателях производства на 2018 год составляем всего лишь 40% от РСФСР 90-го года вот то есть падение 2 примерно с половиной раз там мы при застое 2,5 раза не везли здесь падают экономика наша не носит системного характера не развивается как система отдельные очки типа Крымского моста еще где-то это подается как великие достижения там и так далее но на фоне несистемности развития экономики мы имеем системную включая властную коррупцию вывод капитала в зарубежье системные техногенные катастрофы давайте Кемера вспомним до этого там хромой лошадь и так далее и системные наводнения ежегодно повторяющиеся пожары весные и так далее нас когда-то учили в академии военной что с операцией можно справиться только операцией не партизанчей с системой можно бороться только системой вот к сожалению ну средний класс в российском обществе как основа любого государства и общества он у нас сегодня не существует потому что настоящий средний класс вот в том сегменте который я красным обозначал там и предприниматель производитель предприниматель там и профессора и так далее те которые в советское время относились к среднему классу вот сегодня мы видим в каком состоянии находимся вот это тоже проблема вот ну и вот я Александр Иванович Агельев это последний номер журнала изборский клуб мы попросту вошли в рабство он дает анализ что действительно мы вроде работаем нам платят там какую-то зарплату и так далее но доказывает этот выдающийся экономист доктор экономических наук что мы рабы перед немного вошли для примера вот свеженький посмотрите мы я взял газ потому что мы самые большие обладатели газа в мире стучим себя что мы добываем газа набжаем Европу Китай всех 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 вот пожалуйста кто у кого покупает газ вам не видно но скажу Украина куб газа стоит 3 рубля 72 копейки это я для президиума Беларусь 2,68 рубля Казахстан 2,16 Россия аж 5 рублей 25 копеек за и и и я взял по нефти мы где-то там на по всему и хочу затронуть еще один вопрос потому что в правительстве появился министр по цифровой экономике и сейчас цифровая экономика это вот как повесили какой-то маячок вот она спасение наше и так далее ну во-первых вот эта дуль когда что-то появляется и бросается все значит вот 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 потом полной фикции или как было вот мы старшее поколение помним с ядерным оружием ядерное оружие ракеты и хрущев все резать самолеты топить корабли все ядерное оружие спасет мы помним вот учились учились в академиях там училище особенно в академиях любую операцию эти рисуем яйца ядерных ударов попасть везде все ядерное оружие решает вы стали догонять так же и с цифрой ну во первых это не наши нам навязывают и все что запад нам несет надо внимательно изучать что-то брать но не бросаться встраиваться в эту систему во вторых мы я ниже покажу значит положение догоняющей она не принадлежит нам не принадлежит цифровая мы способствуем развитию этой своим включением но она не принадлежит основные доходы за рубеж и новые технологии они просто усилят внешний контроль управления и я бы сказал возможность катастрофичность мы испытаем на себе и уже испытываем тренировки главной киберкомандования штаб проводят что и расплатиться не сможем в магазине и зарплаты перечислять и так далее и вот в каком положении мы находимся посмотрите вот сегодня современные технологии особенно средства управления вот посмотрите значит верхний и нижний сектора и вот то что наши отечественные технологии то что говорит импортозамещение мы сдаем и с востока и с запада нас сдавливают новыми технологиями большинство почитает информационных систем сервисов это американских производство станками нефтедобычей транспорта на 99% живет запад пользовательские устройства или американские или китайские произведенные там по рецензии под американским оперативным управлением находится и отечественные системы госуправления даже армия спасибо господину Сердякову сегодня сидит на натовских системах управления ну правильный сценарий конечно вот рисует тут наши экономисты что нужно иметь хотя бы треть мощную треть сектора новейших технологий это отечественные и которые совмещаются со старыми технологиями ну и кто хозяева этой цифры посмотреть нужно и так далее и я только обращу внимание вот на второй пункт 11 сентября 2001 года теракт организованный понятно кем там в Соединенных Штатах и проталкивается патриотический акт это все дают себя там проверять контролировать послушать и так далее обязаны доносить и так далее ну вроде прошло там стали возмущаться и так далее сейчас этот патриотический акт заменен актом о свободе но то же самое то же самое контролирует и так далее я уж не говорю кого не контролирует агентство национальной безопасности и так далее и все эти структуры несут данные о правительстве обо всем и так далее вот такая ситуация и я завершаю именно тем что вот эта цифровая экономика сегодня по составу даже правительства посмотрите у нас финансисты юристы я уже говорил там во главе стоят и плюс вот эта цифра это контроль за всем и за каждым автор и вот этот таран который проталкивает вот эту цифру это господин Греб в интервью канала НТВ он за бокалом коньяка значит говорил о нашем народе что а если там вопрос за вас не проголосует он кто эти не проголосует как у нас там назвал это бытло не проголосует да мы заставили и так далее вот это вот что контроль будет тотальный за бизнесом за каждым человеком второе что вот эта цифра особенно уберизация вот эта вот она снимает ответственность с власти с чиновниками даже с представителей бизнеса и уже сплошь рядом вот почему там вот я заказывал заплатил и так далее извините мы ни при чем это компьютерная это система то есть снимается персональное ответствие и третье может быть самое главное устраняется индивидуальность человека личность личность устраняется понимаете я уж не говорю филологи знают что мы уже за 25 лет треть словарного запаса потеряли что здесь допьют допьют русский язык спасибо за внимание аплодисменты аплодисменты амб анек григорий хотел бы вопрос задать вопрос что должно произойти в россии чтобы власть повернулась лицом народа нет третья статья конституции а для того чтобы власть повернулась лицом народ нужно чтобы народ осознал что он народ он есть россия а не вот этого голыньба духовно-нравственная которая там наверху и они будут действовать так как мы позволяем грабить будут так как мы позволяем посмотрите вот это нужно нашим социологам психологам задуматься что случилось с нами посмотрите европу взяли пол европы диспетчера там это остановили воздушное движение остановили им там где-то недоплодили пытались у нас вот сейчас на 8% вот после иннаугурации Путина подняли сразу цены на бензин кто-нибудь возмущился поэтому стать народом вот этот сегмент третий который я рисую нужно организовать и причем нужна политическая организация которая будет иметь свою национальную идеологию свое мировоззрение глобальность и которую поставят цель а цель должна быть одна взять власть а там каким путем и так далее но власть ради чего только ради того чтобы народ определял свое будущее и настоящее вот и все а тут писать письма Путину письма и все спасибо георгий но представляется нечепорок а лично и председательство нечепорок Владимира Петровича Петрова, потому что у нас сегодня, за то, что у нас есть возможность объединить усилия для нашей патриотической работы. Ну, я, наверное, начну с того, что с 93-го года я был сопредседателем партии «Спортивная Россия». Но по причинам, что патриоты никому не нужны, в 98-м году пошли на выборы, нам сказали, что «Спортивный признак профессиональной принадлежности, будьте добры, поменяйте название». Поменяли название «Народная партия Россия-Единая». Опять в 2003 году вышел новый закон о политических партиях, и, соответственно, нам сказали, что вы не пройдете, потому что есть уже «Народная партия РАИКО», «Единая Россия», как бы уже, «Зародыши», ну и несколько еще других концепций. Ладно, поменяйте название. Вин Юсти проводил собеседование, проводил с администрацией, президент собеседования, а как сказали, вы не пройдете, потому что патриоты нам не нужны сегодня. Вот у нас есть либеральное общество. Вот с 2003 года мы думали, как создать организацию, которая, не имея политического статуса, не могла влиять на процессы. Ну и за основу взяли общественный контроль. Соответственно, в 2005 году мы зарегистрировали Общий российский союз общественных объединений, общественное движение «Спортивная Россия». Когда начали работать на территории, основные цели – это безопасность проживания гражданской территории России за рубежом и целостность российского государства. Когда начали работать на территории, соответственно, получилось, что общественный контроль никому не нужен, потому что он влияет на коррупционные процессы, уже конкретные связи. И чтобы дальше двигать это, нам говорили, как вы нас будете проверять. Подождите, будем как-нибудь потихонечку проверять. Вот, соответственно, в 2006 году были зарегистрированы авторские права на проект комитета безопасности России. И в 2010 году мы на основании федерального закона 82 об основах общественного контроля, вернее, федерального закона 82 об политических общественных организациях зарегистрировали комитет безопасности России без образования юридического лица. Потому что в 2011 году организация общественных комитетов была ликвидирована решением Верховного Суда. Как работаем на территории? Самопиар. Самопиар. Не пиар. Конкретные предложения. Предлагаем объединить усилия, цели общественного контроля. На территории работаем уже на протяжении третьего года объединить усилия всех граждан, которые проживают на территории России. То есть в рамках субъектов федерации, в рамках муниципальных образований. Потому что механизм общественного контроля уже разработан. Сегодня можно говорить хоть что, но контролировать органы власти мы должны. И сегодня, скажем, у нас в 50 регионах уже есть, но надо укрепиться. И для того, чтобы в каждом институтном образовании были именно те структуры, которые смогли действительно что-то поменять. Объединиться в единую структуру. Вот мое предложение. Раззнать орган. Раззнать орган. Какие вопросы ко мне будут? Товарищ офицер. Спасибо за внимание. Коллеги, давайте мы немножко сейчас подробно еще раз. Вот мы пришли, чтобы правильное рассуждение так было. Так или нет? Да. Но в то же время мы же говорили, что каждая структура или каждый руководитель, он должен предложить свои какие-то варианты. Вот товарищ, который выступал на ЧПРУ, он предлагает, что 25 июня в городе Челябинске они проводят научную конференцию по созданию вот этой системы, по контролю за властью. И он вас сегодня должен был всех пригласить туда. И кроме того, он на базе московского одного университета проводит обучение делегатов, да? Экспертов в этом. Я хотел бы, я и зато и начинал. Давайте мы будем терпимой, будем до конца выслушивать человека. Казакий, может быть, разумно, какие-то интересные вещи будут. Слово представляется Верховного Таланта Союза Казаков. Здоровья Павла Филипповича. Уважаемые коллеги, уважаемый президент Григорьевич, выслушиваю очень внимательно ваш доклад. Конечно, положение и не впечатляет, и не радует. Вот, вы правильно остановились на том, что у всех были программы. Почему мы? Мы все это должны были ожидать. Никакой программы перед Уберем мы не увидели. Ее нет. Я, честно скажу, я тоже езжу, география Союза Казаков очень большая, вот Курил до Приднестровья. Действительно, все ждали смены правительства. Вот все. Везде один и тот же вопрос смены правительства. И в этот момент, когда назначили, я получил, честно скажу, тысячу звонков. Тысячу звонков получил по этой смене правительства. У нас есть опыт богатый, вы назвали царей, богатейший опыт, как и что делается. Я приведу, что вот мы сегодня говорим о либерализме, о криминальном, о демократичном либерализме. Идеологическая война идет с 15-го века. Вот начало идеологической войны с Русью. Это так называемая новгородская ересь. И величайший царь, которого мы казаки почитаем, любим, Иван IV, Грозный. Он очень хорошо понимал, это величайший дипломат, политик. Но на том отрезке времени и не было равного ему. Ни как дипломатов, ни как государей. Вот такой агент штаден немецкий, который долго находился здесь у нас в России, потом бежал на Запад, написал программу, как завоевать Россию. Но он честно описал Ивана Грозного. Он сказал насчет Ивана Грозного. Это действительно Господь. Самодержится. При нем усыновилась единая вера. Единая мера и единый вес. И все, что он не прикажет, все исполнится. И все, что он не запретит, все будет под запретом. Вот сегодня нам это и надо. Чтобы вышел указ, и он исполнился. Чтобы если что-то не запретят, все это должно быть надо. Но этого мы сегодня не видим. Второе. Он очень хорошо понимал. Потому что либерализм и тогда гулял. И очень сильно. В душах людей. Мы иногда понимаем под опричиной, не все это понимают правильно, что это определенный воинский отряд. Задачу нет. Прежде всего это была территория. И внимательно посмотрите. Территория изолированная. Территория, которая духовно сильная. На этой территории находились сильнейшие и крепчайшие монастыри. Видим, откуда давали чистую воду. Откуда шли государственные служащие. Что мы сегодня видим? Ничего не видим. Правильно говорят. И то, что утекает, я не понимаю, что в Америку мигруют каждый год выпускники. Но сегодня некачественный выпускник нашего высшего учебника. Любой доктор наук и любой скажет, что качество образования, качество диплома сегодня не то. Надеюсь, порядков ниже, чем то, которое было, допустим, в 50-х годах. При том количестве сокращенной высшей математики и русского языка, литературы. Сегодня мы когда говорим о выделении денег, часто слышу, что не выделить деньги на социальные. А мне пугает вот это выделение денег. Почему? Когда нет единой веры, меры, веса. Выделение денег это просто распил. Выделили. Ведь сегодня никто ничего не контролирует. Никто не контролирует следствие. Я поразился, был знакомый мой на суде. Ему меняет воровство. Руководитель организации, имеет государственные награды, полковник, ветеран, 7-6 лет, больной раком, социально ориентированное предприятие. Ему меняешь, он украл у организации. Организация дает справку, ничего он не воровал. Вы знаете, человек дает такое, у нас ничего не украл, он под арестом сидит. Потому что никто не контролирует ни следствия, ни государственную безопасность. Прокуратура номинально, она сегодня ничего не контролирует. И мы сегодня триллионами будем давать на развитие, никакого развития не будет. Предлагение о вашей выставке, пожалуйста. Правильно говори, не шагирует. Сейчас, сейчас, не шагирует. Я честно скажу, вот, осмотрюсь на словах Леонида Григорьевича. Действительно, нам надо выполнить вот третью статью Конституции. Есть два человека в истории. Почему так сильно в истории проходит, бьют по двум, это Иван Грозный и Сталин? Потому что вот в их действиях, в их мышлении, в образе жизни и в их действиях, в их планах, все изложено. Вот, ну, я сегодня, особенно если Леонида Григорьевич сказал, коммунизм, Ельцин назвал его, ну, вообще мировым злом. Мы все знаем, в итоге того мировой войны, мир освободился от колониального рабства. Мир, лопнула колониальная система. Все государства получили, что? Свободу. Но недолго. Опять они все попали в рабство, понимаете? Поэтому сегодня первое, надо нам всем отказаться от навязывания нам образа жизни. Ведь нам навязывается все. Навязывается мышление, образ жизни, культура навязывается, понимаете? Вот сегодня мы должны впервые встать и сказать, вот почувствовать себя человеком. Просто почувствовать. Вот в детстве, я вам приведу пример, я вырос в Средней Азии, в детстве я хорошо знаю, что можно знать от того человека, вот мы ориентируемся, региозность, какой региозность. И мы уже знали, что от него можно ожидать. Почему? Это воспитание. Да, честно скажу, к определенному боялись ходить даже. В гости заходить. Почему? Потому что так нас учили. А к другим мы знали, что там, да, он воспитан. И мы сегодня должны воспитать. Воспитать. Почему? Единая вера позволила. Иван Гром создан, через не прошло сто лет мы оказались здесь, на Аляске. Это позволила единая вера. И исполнение всех угаданий. И исполнение не прошло, мы уже на Аляске оказались. Поэтому сегодня задача первая направленная. Потому что, ну ничего, требовать деньги дать, я вам привел пример, к чему приведет. Требовать того иного вам назначить министра. Ну, какую правду мы можем в какой-то, будем так говорить, области. Ну вот назначили мутко дальше. Вот представляете, у меня люди говорят, страшно, квартиры будут покупать. Как спорт развалится. И правильно, анализ показывает, что, допустим, на насилие хозяйств ставится юрист, к примеру, на медицину ставится артист. И так вот на все министерства, отрасли, да, ставится человек обязательно не специалист. Что мы хотим. Поэтому сегодня единственное, это довести, и чтобы каждому, вот действительно, только организация, только сплоченностью можно что-то требовать. Одиночка, ничего, одиночки, вот, как же, вместе приходит 10-15 писем, просьба, отбирай бизнес, помогите. А сегодня мы должны осознать, и осознать не ради себя, а ради детей будущего, вот, поколений, о том, что что-то надо делать, потому что, ну, если же, еще лет 5, я так прогнозы, через 5 лет уже ничего мы не сделаем. Спасибо. Я думаю, следующий выступающий скажет нам, что мы должны сделать, чтобы выполнить третью статью Конституции. Я так понимаю. Если кто-то готов, вот здесь 158 человек ответит на этот вопрос, он будет выступать, следует за Гусановым. Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, конечно, вызывает беспокойство, такой фактурный, подкрепленный цифрами доклад Кеонида Григорьевича. Я солидарен полностью с этим докладом, с теми тензисами, которые там обозначены, и не только потому, что считаю его своим учителем. Вот, и есть что добавить, но Денин Григорьевич говорил всегда, надо смотреть шире. Как говорят, если бы у Клеопатра нос был чуть-чуть короче, то ход истории пошел бы другим путем. Поэтому даже небольшие какие-то... Важно то, что сегодня мы рассматриваем вопрос будущего России. С повестки дня вопрос быть или не быть России, я думаю, что нет. И с тем, ну, может быть, с какими-то оговорками. Тема эта, значит, богата и обильно неизвестна, но три совершенно очевидных величины, которые определяют наше будущее, они есть. Какие? Первое. Как и чему мы воспитываем молодежь, то есть будущие поколения? Второе. Способны ли мы локализовать негативные и даже вражеские действия нашей элиты? Третье. Способны ли мы объединиться для достижения высоких целей? В поисках решения и поисках ответа нам поможет ответ на вопрос «А кто мы?» Обозначу очень кратко и тезисно. Мы наследники и дворцы великих побед и достижений, причем несущие свет мирового православия. Мы проектанты и строители величайшей империи, которую строили не на деньги, а в основе которой заложено три важных составляющих – вера, дух и знание. Мы архитекторы и конструкторы политического устройства, ну последние, может быть, три, от капитализма к творческому и созидательному социализму, обратно в местечковый коррупционный олигархизм и уверен, убежден, что следующий шаг – это обновленный, испытанный на прочность социализм. Почему социализм? Потому что мир поставлен в такие условия, когда капитал, глобализм уничтожат все человечество. Либо социализм занимает позицию и место, капитал глобализма и спасает мир другого и других альтернатив. Нет. Это последняя сверхзадача, которую надо будет решать. Социализм с трудом прокладывает дорогу. Значит, нельзя сказать, что есть какие-то отдельные элементы, ростки, опять я говорю с оговорками. Он не приходит сразу, утром проснулись и на улицах социализма. Но, тем не менее, стали проявляться некоторые важные его индикаторы. По состоянию на этот квартал 70 с лишним процентов собственности находится под контролем государства. Я не говорю пока, чьей собственности. Если он раньше был вообще отвязан, то сегодня свыше 70%, 72% все-таки находится в руках и в управлении государством. Указ очень важный, очень важный, считаю пункт, мартовский, мартовское послание президента страны Путина. Там были показаны серьезные успехи в оборонных направлениях. Но за кадром осталось одно особо важное обстоятельство, которым никто не придавал значения, вернее, большинство не придавало значения. Все это исполнялось в государственных КБ, в государственных НИИ, на казенных и государственных предприятиях. Одновременно показали состояние нашей экономики и состояние новой техники и новых вооружений, которые разрабатывались под государственным патронатом. Как говорится, имеющие уши услышат, глаза увидят, а голову осознают. Я скажу вот другое. Поставленные президентом цели практически ни у кого не вызывают либо отторжения. Но ни у кого не найдется, нет таких противников, которые против качественного улучшения образования, здравоохранения, культуры. Никто не станет открыто возражать против активного роста экономики. Все это, кстати, заложено в указе президента, который был от 7 мая этого года. К слову сказать, значит, национальные цели, как элемент достижения конкретных результатов, были провозглашены впервые. Без цели любой ветер попутает. Итак, значит, возражать против этих целей на этом этапе, значит, признавать себя врагом. У соседательных и ясных целей просто врагов не должно быть. Это аксиома. Итак, хочу обратиться в президиум, чтобы протокольно рассмотрели те выводы, которые я хочу озвучить. Выразить неудовлетворенность составом правительства Российской Федерации, уже показавшим собственную несостоятельность и угрозу поставленным целям, угрозу исполнения поставленным целям. Второе. Согласиться, значит, с целями, заявленным президентом. Они все идут на созидание. Обеспечить консолидацию солидарных сил, привлечь ученых-специалистов для разработки гарантированных и прочных способов их достижения. В кратчайшие сроки с минимальными затратами. В любом случае, Россия вновь становится великой. Ее будущее решается сегодня. Спасибо. Спасибо. Дорогие офицеры, уважаемые гости. Значит, у нас должен был присутствовать сегодня в нашем собрании Михаил Иванович Ножкин, но по состоянию здоровья прибыли. Весьма. Поэтому нам прислал свое послание. Давайте послушаем внимательно. Может быть, даже стоя. ПЕСНЯ Так, как же так, господа офицеры? Почему же в России такой, извините, бардак? Почему на себя мы все меньше и меньше похожи? Почему так стремимся чужую личину надеть? Почему мы не братьев, а не другов видим в прохожих? Почему так боимся друг другу в глаза выглядеть? Потому что когда-то так дружно рассудку не вняли, А поверили лживым пророкам, фальшивым речам. И заветы отцов, идеалы своих разменяли, В тропях растащили отечество по мелочам. Потому что забыли, бреда ли господа бога, Потому что готовят друг друга продать запяток, Потому что ушли далеко от родного порога, И назад возвратиться не можем, не можем никак. Потому что так долго врагам ослабляли подпругу, Растеряли друзей, а взамен никого не нашли. Потому что тогда мы не встали король друг за друга, А напротив, когда король друг на друга пошли. Потому что за страшный развал нашей милой России, За жестокие муки, за боль, что стерпела она, До сих пор ни с кого, ни с кого, до сих пор не спросили, Не назвали народу преступные их имена. Мы приходим к лужам в кошмарных душевных подъемниках, Ко чужим идем, по родимой своей стороне, По великой и вечной дороге от предков к потомкам, Вместо тройки заветной летим на троянском коне, А в глазах опустевших, как в зеркале души пустые, Я такую без слез не понять, не принять не могу. Где ж мы слава и добрость и честь, Незабвенной России, До какого на рубеже затремали, О чьем берегу? Господа лицеры, да что ж, вас не слышно, не видно! Они бели, ослепли, а глохли вы, что ли, как всегда? Безразличие ваше, Отечество, как обидно! Ведь Россия была офицерством горда и дверна! Господа офицеры, пора из окопов подняться, И себя обрести, и за стенки души расломать, И нас долго забыть, и грядущим проникнуться в рации, И, собравшись в едино Россию, с колен поднимать! Слово представляется фарма, что готовится к церкви. Все в этом году. Пожалуйста, подпишите. Климен Алексей Валерьевич, Общественная организация Чести Родина. Я, во-первых, очень рад приветствовать всех присутствующих в этом зале, Офицеров, генералов, представителей общественных организаций, Активистов и представителей духовного сословия нашего. Очень важно, что сегодняшний зал полон, Собралось около 200 человек. Это говорит о том, что мы формируем сегодня, 25 мая 2018 года, Формируем общество общей судьбы, Как альтернативу тому, что творится сегодня в России. Вы знаете, несколько дней назад, Израильская певица НЕТТО, Одержала победу на конкурсе Евровидения 2018. Это значит, что в следующем 2019 году Этот конкурс Евровидения пройдет в новой столице Иерусалима. Вот у меня простое предположение, Что в следующем году выиграет некий трансвестит из Голландии. Вот какова будет реакция всего исламского мира на это? Ведь уже очевидно, и мы все понимаем, Что идет искусственное натравливание всех мусульман к атаке на Израиль. И Трампу сегодня нужна война, Чтобы сдуть пузыри на фондовых рынках. И уже открыты два театра военных действий. Информационный театр военных действий и войны смыслов, И дезинформационный театр военных действий и войны нервов. И Кремль, судя по сдаче Ирана, И последним атакам израильской авиации по иранским формированиям, Вполне может поддержать Соединенные Штаты Америки. И Армения, как пример, Которая уходит под зону влияния США, Как будущий плацдарм против Ирана. Вот эта вся внешняя кремлевская антиамериканская риторика, Это и есть дезинформационный театр военных действий и войны нервов. Кремль давно лежит под США. Давно, друзья мои. И подтверждением этому как раз является состав нового старого правительства Медведева. Накопительная часть пенсии России размещена в США. И выручка от всего сырьевого экспорта находится в США. Идет последовательная сдача России сегодня. Сегодня все, что происходит в нашей стране, Это результат управленческого дефолта. И необходимо менять и экономическую, и политическую модель. И плавно переходить к президентско-парламентской форме правления. Когда правительство будет назначать парламент на основе политической конкуренции, На основе честных выборов, На основе сменяемости власти, Диалога с народом, И построение социальных лифтов, прежде всего для молодежи. Сегодня стравливаются славяне. Стравливаются белорусы, украинцы и великороссы. Идет мощнейшая пиар-компания по демонизации России и русофобии. И вот эти гельцы-торгаши, которые занимают верхние этажи управления, Они же пытаются решить три задачи. Первое. Стравить и демонизировать славянский этнос. Второе. Перевести все платежи на безналичную форму расчетов. И присвоить все ресурсы России, прикрываясь санкциями и антисанкциями, В результате чего олигархия богатеет, а все остальное население нищает. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Но это же очевидно. После девальвации рубля 2014 года, вместо того, чтобы развивать реальный сектор экономики, Реальное производство, сегодняшнее правительство довело экономику до рецессии. Объем производства сегодня падает. Мы продолжаем закупать импортные материалы, продукты, машины и так далее. Даже соль закупаем, которая у нас полна. И все это мы производили до недавнего времени сами. Кредиты стали недоступными, экономическая активность падает, розничные цены сегодня в стране растут. В стране начинается экономическая разруха. И за последние пять лет у нас в стране было закрыто 365 крупных заводов. Отменено 130 поездов дальнего следования. Отменено 600 электричек. Крупнейший авиаперевозчик Трансаэра банкрот. Ютеэр банкрот. Аэрофлот в предбанкротном состоянии. Разорилось 170 туроператоров. И в стране всего по факту 9 регионов доноров. А в 50 регионах страны сумма долга превысила сумму их годового дохода. Бюджеты сельских поселений сформированы всего на 35%. Местные налоги все изъяты. Все это делается, друзья мои, с подачи единой России и по законам принимаемыми этим новым старым правительством. С введением налога на недвижимость по кадастровой стоимости аренда увеличилась в 2, в 4, в 6 раз. И это привело, мы это все видим, к разорению 300 тысяч малых предприятий по всей стране. Импортозамещение в стране сегодня тормозится, поскольку вся внутренняя торговля отдана иностранцам, которые не пускают на свои прилавки отечественного производителя. При этом колхозные рынки закрываются. Фермерам продавать продукцию сегодня некому и негде. А бабушка, которая продает яблоки или помидоры у своего подъезда, может быть схвачена полицейскими и осуждена на 6 лет за незаконное предпринимательство. Из-за увеличения земельного налога в 10 раз резко сократились пассивные площади по всей стране. Безработица растет, вместе с ней растут доходы олигархов и зарплаты чиновников. Не прекращается вывоз капитала из страны банками и крупными корпорациями. Накопительную часть пенсии не хотят возвращать в страну, поскольку она размещена в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, после введения санкций импорт из Европейского Союза в Россию сократился на 40%. В то же время импорт из стран СНГ, которые санкции не вводили, также сократился на 40%. А импорт из США сократился всего на 29%. Даже есть периоды, когда импорт из США в Россию растет. Вы понимаете, Кремль сейчас все золотовалютные резервы вложил в американские ценные бумаги. Около 100 миллиардов долларов вложено, вместо того, чтобы эти деньги направить в производство и в сельское хозяйство. Они нам санкции, мы им деньги. Совсем уже с ума сошли. Официальный сайт Центра избиркома администрируется из Соединенных Штатов Америки. Все министерства, я скажу сейчас, что делать. Все министерства, включая Центробанк, находятся под контролем аудиторских компаний Соединенных Штатов Америки. Все золотовалютные резервы России размещены в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. Вся внутренняя торговля принадлежит иностранцам. Россия, друзья мои, фактически сегодня является колонией США. Посмотрите, из бюджета разворовывается ежегодно более 1 триллиона рублей. И вот эти дельцы-торгаши, они же отменили 93-ю статью, это ответственность за хищение госсобственности. Они отменили и 92-ю статью, это ответственность за злоупотребление служебным положением. Сегодня в России нет никакой ответственности за хищение госсобственности и разворовывание бюджета. За украденный миллион орден почета, за украденный миллиард орден за заслуги перед Отечеством. По делу Васильевой оборонсервис украдено из бюджета 6 миллиардов рублей. А компании Евгения Пригожина сегодня поставляют в нашу армию питание. В 2015 году они поставили питание в армию на 1 миллиард евро. В 2018 году эти суммы снизились, конечно. Но Министерство обороны сегодня недовольно, что существуют частные параллельные компании, военные компании, фактически частные вооруженные силы, которые не поддаются никакому контролю со стороны Минобороны. И так далее. Ничто не провоцирует так социальные конфликты, как чувство неравенства и несправедливости. Что необходимо делать? Вот я здесь подчеркиваю. Сегодня необходимо сокращать имущественное неравенство. Сегодня необходимы законы за злоупотребление служебным положением, за незаконное обогащение. И новому правительству необходимо обеспечить достойную жизнь гражданам. Вернуть, наконец, независимость судов и обеспечить права и свободы гражданам. Поэтому мы, собравшиеся в этом зале, говорим, что надо сделать сегодня в стране. Первое. Необходима конституционная реформа. Необходим плавный переход к президентско-парламентской форме правления. Необходимо поддержать средний класс и вернуть имущество. И нужно сохранить территорию и предотвратить распад страны. Человек должен сегодня стать гражданином, который формирует эту власть. А не подданным, который получает подачки от власти в обмен на отказ от своих гражданских и политических свобод. Поэтому, я уже заканчиваю, новому правительству сегодня, Медведева, необходимо в конце концов осознать, что нельзя построить новый дом из одних обломков старого. Нельзя, нельзя что-то сегодня осмыслить нового в рамках старого концептуального аппарата. Поэтому, в России за последние 27 лет реализована философия временщиков, которые поставили перед собой только одну задачу. Развалить и утилизировать Россию. Модернизации, которая открыла бы России новые исторические горизонты, при нынешней гнилой элите так и не произошло. Модернизация и не думала начинаться, как и обеду Винни-Пуха. Поэтому, те, кто промахнулись сегодня, они должны уйти, должны уйти хотя бы в запой ненадолго. Поэтому, у меня основное предложение, и мой лозунг, я заканчиваю на этом, мой лозунг следующий. Человек это гордое, чистое и бесстрашное существо, способное на подвиг. И к власти сегодня должны, друзья мои, прийти молодые, должны прийти молодые, новые политики, которые как раз, значит, выведут нашу страну из этого тупика, в который завела эта элита. Молодые политики не будут бояться умереть сегодня, и в то же время они будут обречены на победу и добьются триумфа. Эти молодые политики не будут воспринимать ложь как миф, и правду покрытую ложью, и они обязательно придут в Россию и победят рано или поздно. Собои, спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие братья и сестры. Дорогие братья, огромная радость сегодня вас видит. И очень радостно, что ключевые темы обсуждаются смелыми всякими оглядками на звонки и на прочие сигналы из них, как на школьных власти, которых у нас слишком часто боятся. Мы создали некоторое время назад такую самовольную, что русская миссия, и мы в нем нащупали несколько сценариев развития России. И почти все они плохие. Это застой, который уже идет, это революция, которая неизбежно следует за застой. Застоя без революции не бывает. Это хаос, который следует за застой без революции. Это внешнее управление с оккупацией и расчленением страны. И мы видим, что планов вот такого действия, в том числе, связанного с взятием под контроль нашего ядерного оружия, давно существуют, и, к сожалению, они не так уж сложны при реализации. Если ослаблив власть и ослаблив народ еще один сценарий, это диктатура. Иногда он, как удачный, но мы знаем, что безраздельная власть обостряет грехи человека, и эти грехи будут строить жизнь в большом столичестве невинных людей. Так вот, все в этом сценарии можно противопоставить, по-моему, с вами только отловить начало ответственного диалога о будущей форме правления, о будущей форме государственного устройства. Я бы попросил, может быть, это зафиксировано, что нам нужно сегодня добиваться создания либо нового истинственного собрания, либо нового наземского собора, по крайней мере, органа, который имел бы полномочия и власть обнулить ошибки 1991 и 1993 года. Это гнастратические ошибки. У нас сегодня есть элиты, сформировавшие в том числе руководящие круги в экономике, есть элиты, которые представлены в правительстве. В этих элитах нет людей, ни одного человека, который бы мог системно оспорить с ложуками модель капитализма и западного типа деятельности адмократии. Нам нужно, чтобы был создан общенациональный орган, который мог распределить все варианты развития России от модернгии до парламентской республики, все варианты развития экономики. Без этого ничего не будет, поскольку слишком сильно зацепилась власть за политическую систему та элита, которая, бесспорно, должна уйти, я об этом говорю в течение нескольких лет. Как докричаться, как преодолеть силу этих духовных предателей, которые сводятся в нашей элиты? Писать письма бесполезно. Здесь совершенно правильно было об этом сказано. Я провел за 30 лет бюрократии церковной, но отвечал за все взаимодействия между этой бюрократией и светской. Письма бессмысленно. Иногда бывают полезны публичные и уличные акции. Конечно, они должны быть медленнее за закон, но они отмечаются и влияют на разные рейтинги, губернаторов и так далее, но и эта ломанка очень важна, принципиально важна, самой, наверное, важной сегодня является композиционная работа. Мы знаем, как блокируются острые темы на целях каналов, мы знаем, как управляются СМИ, мы знаем, как невозможно практически становиться традиционное композиционное детство с посланием, которое не устраивает ключевые элитные фигуры, но сегодня есть хорошие способы нанесения нашего послания до большого количества людей. А нанесение послания значит изменение обстановки в стране. Вот то, что сегодня было сказано, к сожалению, я слышал только в одном зале. Может быть, еще проект СМИ посмотрит эти выступления, эти идеи, несколько десятков тысяч человек в интернете, но есть техническая возможность, относительно дешевая, донести эти идеи до десятков миллионов людей, значит, перешибить все это уже умирающую телевизионную реальность пяти или шести или семи кнопок, перешибить все это реальность информационных агентств и очень серьезно изменить отношение наших людей к тем, которые сегодня обсуждаются. Только нужно освоить новый язык, не бюрократизированный, не общий. У нас есть люди, которые готовы слышать, и нужно им передать великие смыслы имперской России и Советского Союза, передать новыми следствиями через трехминутные видео, через лозунг, через образ, песню, фильм, рассказ о примере. У нас есть такие примеры в жизни, вот буквально несколько дней назад пожертвовали жизнью за защищение прихожан Крама в Грозном, два полицейских из Саратова, православные и Му-Му-Сульмане. О них сегодня почти молчат, но о них нужно сегодня было поговорить и по телевидению, и в каждой школе, как раньше говорили о его уровне и Кантарии, русские и грузин, выгрузили с нами победы над Рейхстагом, но точно так же сейчас православный и Му-Му-Сульмане пожертвовали собой, чтобы спасать людей от тех границ. Если мы сможем через собственный эксплуатационный канал рассказать о таких примерах и о многом другом, никто нас не победит. Правда сильнее любой галактической игры. Правда, неправдивое слово мощнее любой гадкой интриги нашей Кореи. Почему они боятся выхода в СМИ, тех людей, которые сидят в этом зале в частности? Потому что у них нет аргументов. Потому что они трус. Им совесть подсказывает, что они неправы и в прямой дискуссии им нечего будет сказать. То есть они уже проиграли. Они уже никто. Вот нам нужно добиться того, чтобы слово право звучало. И я думаю, что вполне в наших силах организовать несколько хороших видеоканалов с хорошими дискуссиями. И это не стоит много денег, чтобы доносить для людей то, что мы хотим сказать. Успехов! Всем добрых дел! Слово представляется товарищу Леонова, который представителю Молдавии. Благодарю вас, Леонова. Вот такая идет товарищ Леонов. Ответили на такой вопрос. Вот смотрите, у нас офицеров в отставке безопасности около 2 миллионов. Берем из несерьев. Это уже получается по 7 миллионов. Берем друзей и всех остальных. Это уже получается по 15 миллионов. А вот мы сейчас сидим с атаманом, размышляем. А вот казахов соберется, что свои подводили. Это соберется под бан. Если бы мы соберем вот эти все и встанем с колен, как Михаил Иванович в своей песне пел, тогда что-то произойдет или не произойдет с той властью, о которой мы сейчас говорим. Старший лейтенант дежурных сил РВСН СССР в конституции Министерства Годовки. Здесь собрались офицеры. Задача у нас стоит против России. Все признают, что бьется гибридная война. И действовать предлагают по-офицерски. Сегодня все говорят только о оценке обстановки. А ее можно охарактеризовать одним словом. Катастрофа. Вспомните устав. Я не знаю, сейчас устав России. В уставе вооруженных сил СССР было сказано. Командир должен прийти, оценить обстановку, принять решение и действовать. Поэтому я предлагаю в этой гибридной войне, нам с вами хотим, чтобы делалось, как мы хотим. Надо перехватывать инициативу. Поэтому предлагаю следующий план военных действий, как говорится, военной кампании на 2018 год и до тех пор, пока не победим. Первое. Мы должны определиться с целью. Не десятки образов будущего, которые у нас сегодня представляются. Отдельно казахский, отдельно советский. У нас должен быть общий, один образ будущего. Проект развития страны. И этот проект должен опираться на историю страны. На реальные цивилизационные ценности и интересы. Они должны быть перечислены. Они по общему исламу сказать, что в России есть цивилизационные интересы. Мы вместе с Леонидом Григорьевичем в 2013 году провели такую конференцию. К сожалению, там участвовалось очень мало. Она называлась «Цивилизационные проекты развития России». Вот надо с чего начать. Есть цель. Если будет цель, то главное в ее реализации, значит, это единство наших действий. Если не будет единства действий, если каждый будет в этой общей военной кампании решать свои задачи, это ни к чему не приведет. Это мы уже 20 лет этим занимаемся. Значит, все призывают к единству, все призывают к улучшению. А все, значит, Абаська слушает. Значит, реест. Должны быть единые стратегии, единые оперативные планы и тактика действий, которые должны были вылезть в систему планов. Как говорил Задирей Валерий Александрович, говорит, что только совместные действия разноторонних сил приведут к реальной победе. Значит, первое, что надо сделать, согласовать реестр тех проблем, которые существуют в России сегодня перед нами. Причем реестр – это не просто перечисление. Вот все, значит, что вижу, что пою, рассказывают о том, как здесь плохо. Реестр проблемы – это значит, есть проблема. И предлагаемые им решения. И какие, значит, ресурсы должны быть подтянуты для решения этой проблемы. Вот что мы должны сделать. И этот реестр должен быть общий для всех. Исходя из этих проблем, мы должны понять, какие задачи мы должны... Это же элементарная офицерская стратегия. Значит, какие задачи конкретные должны выполнять конкретные родовольства, батальоны, роты и взводы. Следующее. Нам нужна реальная консолидация. Потому что призывов полно, а реальной консолидации как каковой нет. Кроме того, у нас очень много сил. Это как, знаете, в театре говорят. Ходит вот для того, чтобы был, так сказать, шум. Что я могу один, что я могу один. И вот я вот занимаюсь реально так 15 лет. Наблюдаю за общей патриотической организацией. Вот каждый говорит, что я могу один. А нас тысячи и миллионы. У нас, причем у нас есть большой опыт этой работы. Вот все здесь присутствующие, они этим занимаются. Вот все, что я перечислил, мы в принципе делаем. Остается только заняться, помочь соединить все это вместе и работать совместно. А не каждую не растягивать деревья, рака и щука. Должна быть русская тройка с Максимом, значит, втачанком. Поэтому, значит, ну это все. И нам уже, нам это надо сделать сегодня, как говорится. А вчера уже начать реализовывать. Потому что у нас достаточно сил. Мы готовы участвовать в работе при любом, значит, коллекционной, патриотической коалиции, которая за это возьмется, за координацию общих действий. А если таковой нету, такая уже сегодня есть, мы приглашаем вас к совместной работе в нашу коалицию. Спасибо за внимание. Честь имею. Последний полковник КГБ по Молдавии. Спасибо, Олег Ильич, за расследовательный доклад. Потому что действительно без равной квалификации ситуации нормальные задачи невозможно даже сформулировать. Вот и я в том же направлении выскажусь. Когда нас было около 400 миллионов, с одной стороны 4 миллиарда, с другой стороны, соотношение было 1 к 10. Но мы справлялись. Мы даже побеждали. И, по крайней мере, нас уважали. Сегодняшняя ситуация. Около 40-140 миллионов. Против 7 миллиардов. 1 к 50. И какой народ был тогда, и какой народ мы имеем сегодня. Поэтому на самом деле, господин генерал полковник, в том числе 20-20 еще хуже. Та великая, мощная, победоносная армия нормальных, советских граждан, законопослушных, патриотов, ее уже нет. Я не знаю, как у вас здесь, в России, но в Молдавии, если человек, он меньше 35-30 лет, с ним вообще на эти темы ни о чем говорить. Ни с кем говорить и ни о чем говорить. А теперь давайте посмотрим на нас со стороны. Объективный взгляд. Подавляющему большинству из нас 60-70. Ну и сколько же нам годов отведет, Боженька, на активную, серьезную работу. Поэтому главный вопрос для нас отсюда, и соответствующие задачи, нам надо для себя выяснить, а сколько нам осталось и сколько осталось в нашем странном до перехода точки, откуда возврата нет. Поэтому первая задача, наиглавнейшая наша задача, объединить все то положительное, здоровое, что еще осталось здесь у вас, у меня в стране и других союзных искусств. А для этого, уважаемые президенты, конечно же, нужны хотя бы элементарные деньги. Нам не надо платить. Платить надо шоферам, бензин, макулатура и прочее. Вот вчера на такси из аэропорта вез меня один русский человек, который сообщил мне, что даже среди таксистов всего лишь около 10% русских. А я хочу спросить, уважаемую аудиторию, а среди олигархов сколько процентов? А во власти сколько русских? Извините меня, я отверстия делят со стороны, и у нас создается впечатление, что у вас, России, вообще русских нет. Не сердитесь на меня. Я слежу за средствами вас, которые тоже не принадлежат вам, россиянам, русских, которые всегда показывали величайший пример совместного проживания разных народов и разных религий, что очень важно. Редко на земле и представитель патриотификации редко можно вместе это наблюдать, чтобы они ладят друг другом, друг другом, чтобы они уважали друг друга. Россия, это удалось сделать, удалось в наибольшей степени, это сделать во времена СССР, который это сфор, Джейган назвал империей зла, и которую я имел честь в прошлый раз назвать империей добра. На самом деле это была империя добра. Конечно же, это не классическая империя, которая основывается всегда на эксплуатации других. Вторая задача. А нам надо ответить на вопрос, а кто мы сегодня? На раздумывая, что мы тихий, такой скромный, безмолвный эхо вчерашнего дня. Я много раз попытался, и я лично, и вместе с моими друзьями отсюда, и я учился в свое время в Академии общественных наук при ЦК КПСС, попытались достучаться до верхов вашей власти. Годами слушайте, соорудили такие заслоны против народа, что невозможно три пояса, пять поясов оборот. Да мне кажется, извините опять, что я из другого, страны, мне кажется, Путин вообще не в курсе делал. Это сказали вы. Я тоже дайте до границы обратно. Что ж, как это делается? Неплохо знаю. Поэтому другая задача, нам надо выяснить, а нужны ли мы вообще этой власти? Нет, понятно. А нужны ли мы Путину, Путину именно Путину, потому что если вы ему не нужны, то писали на и заниматься не надо. Я предлагаю будет, какое-то решение, как-то внести туда пункт, по которому наше собрание обращается к нему в конфиденциальном порядке. Если он поступит, как и другие предыдущие разы, то, конечно же, надо выступить с открытым письмом, где назвать вещи своими винами. А нам пора. Пора, мы давно на фессии, мы давно об этом сказал я. Мы до бы никого не боимся. И давайте мы достойно завершим пребывание на этой земле хотя бы тем, что назовем вещи своими винами. Задача номер три. Вот кто после 91-го года стал реальным хозяином национального богатства России, так же, как и национального богатства других союзных исполнителей. Поэтому другая задача всеми возможными путями дать им понять, разъяснить, подсказать правительству хода, экономические варианты решения в той ситуации, чтобы им было выгодно поддержать народ, работят на народ, сегодня им это не выгодно. Ни одной из законодательных собраний бывших союзных республик этим не занимается. А офицерскому корпусу России и высших республик вполне двигается под силу. Другая задача. Я опять к этим же заслужу тебя до пути не доходит. Уже февраля 14 года все вы знаете, произошло в Киеве. Я посмотрел месяц, посмотрел два, три. Весь мир видит, как в Украине происходит прямой откровенный геноцид русский. наследие славян. Есть конвенция по геноциду. Мы с Леонидом Гротчей говорили, это в частном порядке. Есть конвенция, 146 стран подписались, и они все обязались принять медленные меры по предупреждению, пресечению и наказанию за геноцид. Скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, сколько вы видели постановлений, решений, законов, указанных на эту тему? А ведь речь идет о геноциде славяна, геноциде русских. Как вы хотите, чтобы вас уважали в других странах? Вас и так уважают. Кстати, количество граждан в моей стране, например, снижается. сегодня, которые хотят иметь нормальные отношения с Россией, хотят воссоздать то, что называлось когда-то СССР. Это количество все меньше и меньше. На сегодняшний момент, буквально вчера, исторически говоря, было 60 на 40 в пользу нормальных братских здоровых отношений. Сегодня уже 50-50 и будет еще меньше. Я не знаю, что и кого вы финансируете, вернее, я знаю, я не считаю, нужен за этой трибуны трибуны, сказать, но вы в молодой вы не вы поддерживаете в той енной форме как раз тех, которые доляют молодой поддак. Вы поддерживаете, вы финансируете, скажу прямо, потерю позицию. Вот здесь присутствует уважаемый белье-бельщик, директор академии геополитических проблем, другие эксперты. Я имел честь участвовать в создании плана, суть которого сводилась к заключению военно-политического союза между Молдовой, чтобы кончать разы навсегда с проблемами на Балканах. В свое время я был начальником самого крайнего юго-западного райдела внутренних дел. В Кишиневе была размещена, извините, что напоминаю, ставка юго-западного направления. Наверное, не глупые люди в это все здесь. Все эти позиции потеряны, и если и так будете здесь отсюда к нам относиться, то с влиянием в этой части континента надо будет попрощаться. НАТО уже в Молдове не имеет абсолютно никаких препятствий для того, чтобы развить своих ваших границах. Возвращаясь той же комментии по применению геноцидов, давайте зададим себе простой вопрос. А так ли заинтересована хоть одна из семи стран, которые окружают украину, 2000 с чем-то километров границу, хоть одна из стран в сохранении украинцев. Если мы понимаем, что Украина ушла, это невозможно не понять, уже 4 года прошло, и она никогда не вернется в то, что почему мы не работаем с поляками? Почему мы не продолжаем то, что произошло однажды в Луганске и Донецке? Разве 5-6 новых субъектов международного права, которые будут обязаны России своим появлением? Разве это не будущее наше союзники в этом деле? Ушла и пусть уйдет со своими Порошенками, Коломойскими и так далее. Туда и дорога. Нет, абсолютно. И такой план тоже есть. Я доложу вам, что тоже имел честь в его разработке в рамках Академии геополитических проблем имел честь участвовать. Все, завершаю. А что еще сказать? Да, если откровенно и напрямую то главная задача все-таки уважаемый президент, найти деньги. Найдите партию, станьте ее созданной частью, станьте ее ведущей частью, влейте с ее роды, потому что другой силы, и не потому что это в России, любой советской республике, другой силы, способность решать эти задачи сохранения наших стран, наших народов, у нас, в наших республиках нет. желаю удачи и спасения. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый, садовая сахараш, товарищи, Александрович, подготовиться товарищу Савиру. Здравствуйте, друзья, товарищи и господа офицеры, я представляю партию дела, вот локация, которая занимается спиной, находится, мы работаем. О кошельке мы сейчас скажем, друзья мои. Значит, первое, давайте беречь время друг друга и без всякой плачи Ярославной, а только конкретное предложение. Первое конкретное предложение, таково, давайте расстанемся с иллюзией, впереди перестройка вторая, друзья мои. Ну как вот, кто помнит моего поколения, как в 79-м году начало лихорадить, и вот к 85-му году уже подошли, сейчас мы идем в второе перестройки, ничего они слышать не будут, лучше им ничего не писать. они все, они уверены, что они живые божества, что ничего менять не надо. Писать надо для себя, ладно, безусловно. Второй момент, совершенно правильно сказал наш молдавский коллега, нужен кошелек, нужно влечерять и висок. Давайте так, тоже, так сказать, уйдем на счет одной иной. Сам народ уже никогда не поднимется, вот это третье, третий сегмент, третий сезон. Не поднимется, все, он раздроблен, разобщен, надуман, он будет помирать молча. Никогда сам он не организуется, никогда два миллиона офицеров не поднимутся, никогда не приведут своих близких. Простите, это уже сколько лет мы ждем. нужен организующий авангард. На что мы работаем, работает наша партия делает. Авангард вижу один, и наша партия национальные промышленники и аграрии. Это те люди, которые не подмаривали, и всегда не входят в эти два сегмента, так сказать, отдельного народа. Этих людей сейчас уничтожают, фактически производство уничтожается в макроэкономической политике общего курса. Сейчас нужно сделать и спаят их партию. Это люди с возможностями. Да, это не нефтяники. Они не казнокрады, соответственно, возможности их поскромнее. Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем нищие патриотические организации, которых вообще можно оканить. Вы это прекрасно, знаете, за 27 рублей. И, собственно говоря, к национальному несырьевому капиталу производственному нужно подтягивать военных и самопатриотически настроенных на их заседе. Да, прежде всего, силовиков, конечно. Может быть, мы найдем некоторые скрытые резервы среди чиновников. А вот вокруг такого гидра можно уже наращивать собутствующие силы гражданской национальной 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 до этого ничего не ездят. Что решила наша партия? Сейчас, зная, что впереди не очень хорошие события, все равно нужно его такое гидро. Оно пригодится в любом случае. Вдруг у Путина и его окружения наступит просветление, вот, вот, вырезанно. Не наступит просветление, придет перестройка, вот вам, собственно говоря, команда по выводу страны из кризиса. У нас есть, так сказать, партия занимается выборами на уровне региона. В этом случае отсудим это потом в рабочей порядке. Если мы проходим в регионах, у нас сегодня хорошие победы на муниципальном уровне, если мы проходим на уровне регионов, с нами уже другую совсем разговор мы получаем год и на государственную думу. Но это не сама цель, а потому что с нами будет уже разговаривать совершенно по-другому легче, чем мы разговаривали с представителями промышленного, не с его, подчеркиваю, бизнес. Поэтому к вопросу взаимодействия, как можно более тесное взаимодействие с всероссийским и общероссийским собранием мы вернемся к действительному посту. В чем у вас вопрос? Надо сейчас отобрать самые эффективные действительно проекты гражданской активности, общественной активности. Безусловно, прошу не строить иллюзии. Безграничные кошельки, госкорпорация, усечено, да, они могут по 30 миллиардов выкидывать на всякую ерунду. У машиностроителей таких денег нет. Там надо сделать, чтобы предприятия выжили. У нас ресурсы называются на два порядка. Кроме того, процесс тоже идет сложно. Не все промышленники, они да, тихо аплодируют, но не все торопятся эти партии. Очень боятся, вы понимаете, какой сейчас герой развернулся. Собственность себя могут лишить, придраться к любому и все. Надо понимать этот момент. И, так сказать, если мы проходим осень хорошо, если мы добиваемся победы, мы сможем посмотреть, какие у нас есть ресурсы и что мы можем поддержать, какие из проектов. А, друзья мои, я еще раз призываю, у вас 7 лет, давайте научимся вести наше собрание, это не митинги. Здесь не надо выступать и агитировать, расставить как лопа. Начинайте с конкретных предложений. И поэтому и свои проекты надо презентовать сразу и поделать. Вот, извините, продавцы, что я вас перебил, мне сказали, не перебивать. Я буду перебивать 27 лет, я слышал, что вы тоже плачете, расставку. умейте продавать свои проекты, кратко их описывать в суде. И вот в данном случае сейчас еще один момент, еще один момент. Вот, Владимир Григорьевич обязан сделать спикером на нашем телеканале партии, Брой-ТВ, партии тела, как называется, генералом связи. И будем, соответственно, держать в курсе, что делается, какой проект одобрый, какой проект одобрый, и, соответственно, что мы в этом направлении делаем. Друзья мои, будем реалистами, очень тяжелая ситуация, очень ресурсы маленькие, в том числе и, так сказать, и у наших партий, они тоже ограничены, это и три, как у нас сейчас. И надо их использовать с наибольшим, с наибольшим долгом, понимаете, с наибольшим эффектом. Но главное, ребята, никаких иллюзий. Вот мне уже 52 года, да, я уже второй раз буду переживать телеструбку. Я вижу бомные параллели. Давайте сцепим зубы, скажем, что впереди еще одно, еще одна табулентность. На этот раз не надо быть, извините, извините за такое было уважение лох. Спасибо. Спасибо. Здесь вот у нас есть повестка, какое будущее ждет Россию. Я хотел с этого и начать, что Россия жила, живет и будет жить. Это первое. В России были взлетки и были проблемы. И мы знаем, что наша страна, она с этим проблем не справлялась и она справится в этот раз. Так что ничего страшного, трагического на сегодняшний день по большому счету нет. Теперь пошли дальше. Я немножко по... на сегодняшний день мы избрали президента, который получил поддержку 80% населения. Поэтому сегодня, учитывая полномочия нашего главного государства, он назначил соответствующий лист правительства. Это правительство, опять же, утверждено кем, государственный дух. И сегодня говорить о том, что там кто-то Иванов, Петров, плохо, там, они только назначены. Обсадивать их деятельность, ну, тяжело и, наверное, будет не совсем корректно. Давайте, наоборот, сделаем по-другому. Это мое предложение. Сидящие здесь люди, никто не способен изменить сегодня ту ситуацию в нашей стране, какая она сегодня создалась. Никто. Правильно? Согласен? Минута. Если только, если только кто-то предлагает выйти куда-то, я категорически против. Надо в этой в этой структуре, которая в системе, которая создалась в нашей стране, надо создать вот сегодня товарищ передо мной выступил и сказал, надо вот в этой структуре вписаться таким образом, чтобы влиять на то, чего сегодня есть во главе. А влиять силой какой? Силой общественного мнения, силой общественной площадки, силой политической партии, силой выборов. Вот в соответствии с этим, так давайте мое предложение, давайте и вот таким способом пойдем. Давайте таким способом пойдем. То есть, вот здесь предложение из политической партии, партии дела. Давайте ее как уже других вариантов покажем, других предложений. Нет, мы знаем, что было предложение от коммунистов, они перессорились с Грудининым, и вы знаете, что все кандидаты, абсолютно все, в том числе и КПРФ, и Грудинин, они все признали выбор президента. Поэтому говорить о том, что там легитимный, легитимный и так далее, потому что, по-моему, не совсем здорово, это будет неправильно. Выборы признаны всеми, защитены, у нас президент есть, и так далее. Поэтому давайте вписываться в то, чего мы и верим. А вписаться, вот именно политики, с силами общественной организации, с силами общественных площадок. И вот здесь вырабатываем предложения, и политическая партия выходит с этим предложением во власть, на своих выборах, а мы ее поймем. Вот мысль, которую я хотел вам предложить. Спасибо за внимание. Разрешите за вас завести всю эту концепцию, которую мы здесь пытались озвучить, и все говорили, где же идеи, где же идеи. Я вот больше десяти лет анализирую то, что публикуют на наши научные люди, то, что публикуют на наши научные люди в создании идеи и мировоззрения. Так вот, к чему я пришел. Послушайте внимательно. И если мы на этом собрании примем это за основу, то, значит, мы наконец-то струнемся с месту. Итак, первое. Что, какой главной целью мы можем себе поставить? Это создание, взращение высоконравственного человека-созидателя, достойного сотворившего его Бога-отца. То есть, если мы поставим это своей целью, потому что никто не против, то мы должны взрастить человека-созидателя, являющегося носителем высоконравственных позиций. Если мы это поставим на свой флаг, то это будет флаг, которому очень сложно будет противопоставить 100 лифт. Дальше. Искользясь этого, следуют следующие мировоззрительные установки. Первое. Духовное. Высшематериальное. Следующее. Общее. Высшее. Это общеизвестно, но никто не принял их за основную цель. То есть, за основное мировоззрение. И у нас нет ни одного документа, ни у кого, где бы так четко и понятно было это изложено. Поэтому я и говорю, что нужно это воспринять четко и понятно. Когда в одном предложении это все отображено. Дальше. Справедливость. Выше закона служения, выше уводения. Это мировоззрение. Если мы принимаем первое цель, второе мировоззренческие установки, то тогда мы сможем двигаться дальше. То есть, мы сможем себе обозначить идеологические принципы. Какие предлагаются эти идеологические принципы? Это первое. Которые должны отразить состояние будущей общественной системы. Значит, опять же, это милитократия во власти. Следующее. Это ликвидация безответственности элит. То, что у нас происходит. То есть, если мы это принимаем, значит, двигаемся следующим. Следующий идеологический принцип. Нравственности и свободы, творческой самореализации личности в процессе общественно-болезного созидания. Значит, этот принцип, он излагает рост человеческой личности. Дальше. Следующий принцип, который предлагается. Это освобождение от интересов мещанства. Авторского права. Раскрытие перед человеком такого понятия, как секрет счастья. Мало кто знает, что такое счастье. Так вот, большая группа ученых с мировыми именами провело исследование, что такое счастье. Так вот, то, что такое счастье, это как раз создание человека созидания. Дальше. Значит, все говорят, что такое будущее. Хотят определиться. Вот, что предлагается, так сказать, светилами современного общественного фонда. Значит, первое. Это нужно создать новую экономику. Значит, конкретно, что такое новая экономика? Это новая энергетика, которая должна быть основана на реакторах холодного ядерного синтеза. Все, наверное, слышали, такой Андрей Росин, разработчик. То есть, если вот есть партия тела, то нужно направить ресурсы для того, чтобы эти реакторы появились в России. Если хотите слушать, давайте я продолжу. Никто еще здесь не объявил того, что мы хотим построить. Вот я хочу вам объявить, что мы хотим построить. Да вы хотите построить. Это не я хочу. Это не я хочу. Это то, что... Я понимаю. Слово представляется Мишину, Александрович, главный редактор газеты Владимир Струк. Просьба. Скорость. И без вот этих теорий. И с чего-то зайкает. И что-то мы с ней навсегда. И если мы не выдержали. Что-то мы хотим. Говори, как я, как я вам поняла. Какое будущее ждет Россию? Согласно вот этой конституции, никакой рапсто. Что такое? Не в плюс. Какое... Какое... Какое ждет Россию? Согласно вот этой конституции Российской Федерации. Никакое рапсто. Читайте до конца, ее нет. Несколько лет назад, ее Федоров пытался восстановить. Путин ему и сказал. Если бы не это было сделать, я бы это сделал завтра. Через единую Россию. Если мы сейчас ее остановим, вот эту конституцию, и здесь будет написано, как здесь, основной закон, то мы станем все рабами. Вот это вот олигархата. Какая разница, какая-то индивидуста. Большая. Законы не исполняют. А поэтому они не исполняют, потому что это не основной закон. И в суде это доказывают. Далее. О том, что прошла эрангурация, выборы, все это знают. Вышел указ. 8 числа. Президент. Если его читал кто-то до конца, это новая рабовладельческая система. Предложено. Указ это равносильно военному приказу. Строгое исполнение попунктно. Это не указ. Это рекомендация правительству о продолжении геноцида русского народа. Поэтому новый проект указа мы подготовили и передали президенту. Тут было сказано, что с системой может бороться только система. Никакая ни организация, ни политическая партия с системой бороться не может. Потому что любая система наполняется энергией. Российская Федерация наполнила свою структуру энергиями, паразитами общества, которые существуют и которых суд признал действительно паразитами общества. в 2015 году в Владимирской области. Поэтому мы предлагаем руководствоваться вот этим основным законом, которому мы все притягали. С 2006 года премьер В Владимирской области, где находился спортивный клуб производства, оккупационная власть решила отнять территорию и снести все. Вышло решение суда. С 2006 года я не заплатил Российской Федерации за землю ни кофейки. Вышло решение суда. Повесили на территории советский флаг, написали собственность СССР. Ни судебные приставы, никто не приходит. Никто. Написано внизу, защищаться будет согласно уставу вооруженных сил и воинской присяге. Все видами оружия. Все. Сейчас мы объявили и сказали, что всех военных и всех близких, родных 40 миллионов. Если 40 миллионов не заплатят налоги в эту оккупационную власть, не профинансируют Америку, они рухнут. Это же закон. Это мы, закон. Вот у нас закон. Если мы признаем вот этот закон. Это правовое государство. Как правовое государство? Вот правовое. Мы должны признать себя, во-первых, гражданами Советского Союза. Если зато свой закон не будет, никакая разница, чей закон это. Я еще раз повторяю. Вы признайте и осознайте, кому вы финансируете, кому вы плодите. Во Владимире в том году провели два съезда, которые согласно Конституции Советского Союза и референдума 1991 года подготовил весь пакет документов, начиная от Конституции, избирательного права и развития, экономического развития. Поэтому сейчас подготовлен президиум съезда, в котором я являюсь председателем постоянной съездки президиума съезда, подготовлен пакет документов о проведении выборов в течение июня-июля от всех структур общественных, в том числе и оккупационной власти Российской Федерации. Всем военным общественным организациям избрать согласно собранию своего депутата и направить на съезд, который будет проходиться в августе этого года во Владимире. Седьмая статья Конституции Советского Союза это позволяет. Мы действуем согласно закону. Никто не может смешиваться в дела другого государства согласно норм международного права. Я праздновал, что вы всех пригласили, всех, граждане, казачьи, общественные, военные, избирайте согласно протоколу своего собрания депутаты и призыватели. Мы сможем тогда, за три... Если есть какие-то вопросы, обращайтесь слишком к нему, сменитесь мнением, генеральчиков, телеканчиков. Итак, третья статья Конституции здесь звучала много раз. Я вообще про все пропальщиков сейчас не буду говорить, только по делу. Итак, народ. А кто есть народ? Пока мы не дадим определение, народ это кто? Это много человеков, 150 миллионов человек? Или это единый цельный народ? Мы народ-источник власти. Кто есть народ? Кто? 20 человек, 200, 20 миллионов, 150 миллионов. Кто мы народ есть? А что делает нас народом? Товарищ из прекрасной партии нам сказал, приходите к нам, потому что у нас есть деньги. А у меня есть цитат, там из него речь, когда я сидел записывал. Потому что это лучше, чем всякие нищие патриоты. Хорошая цитата, хорошая партия. А у этой партии идеология есть? А куда она нас поведет? Приходите к нам, у нас деньги есть. Мы там, наверное, в регионах победим. Это что? Цельность народа? Что делает народ народом? Структура. Что отличает систему от просто комплекса? Вот комплекс, 150 миллионов кирпичей навалено. Это просто каждый из нас человек. Мы оттуда забрали миллион кирпичей, или не забрали, от этого куча не поменялась. А другое дело, здание стоит. По образу и подобию построенное. Это будет здание крепкое. А что делает нас народом? Общая, единая идея. И пока эта идея не будет у каждого вот здесь, вот здесь, во всех остальных частях, мы не станем цельным народом. Здесь уважаемый отец Всеволод сказал простые вещи. И, кстати, я просто сейчас его процедирую, а потом дам комментарии. Через образы, через фильмы, через песни нужно сделать что? Нужно составить, ну, это уже мои мои виды, изменить среду. Организм болен системно. Как мы не можем понять? Давайте там голосуем так, или в каком-то месте побегим что-то, или какие-то технические вещи достигнем. Да ничего не получится. Организм системно болен. Я не знаю, что-то рак, например. Системное заболевание рака. Вы что, руку отверить у человека? Рак пройдет у него. Не пройдет рак у того, у кого системно 100 миллионов метастаз в организме. Как нужно бороться? Изменить среду. Если рак живет в кислой среде, сделайте щелочную среду. И будет вам здоровьем. Крайне просто. Значит, единственное средство, что мы должны сделать? Мы должны сделать так, чтобы сначала наша элита, не их элита в кавычках, а наша элита, в первую очередь те, кто сидит здесь, в этом зале, единые стали в единой нашей идее. Мы, среди прочего, разрабатываем целую интеллектуальную группу. Мы разрабатываем такие вещи, ответы на вопросы, которые никто не может ответить. Пусть каждый ответит, что такое идея. Идея – это мотивирующий импульс, побудительный мотив. Важно не то, нет, не идея, это как раз профанация. Это то, что все порождает, то, что заставляет. Человек делает, потому что его что-то мотивирует на действие. Бежать туда или наступать туда. Да, мы отступали в 41-м году. Если бы каждый всем пропальщик кричал, который, кстати, расстреливали, так, чертовы бабушки. А, вот такие сидят там плохие в Кремле, и мы отступаем, аж бежим до Волги. Что делали с такими всем пропальщиками? К стенке и свободе, да? Дальше там, до следующей реинкарнации. Значит, нужно четко понять, чтобы общество становится, структурирует общество изоморфной массы в народ и дея. Это программа, это информационный посыл, который выражается разными способами. Действительно, художественными. Словом. Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бога. Там, любым образом, фильмами, красивая, правильная идея справедливости в действии, вот что консолидирует, структурирует и делает нас народом. А уже потом, потом этот народ будет так легко делать, давить на власть, что власть будет делать все, что захочет народ. Предложение кому-то создать на базе тех же представителей организаций, которые здесь находятся, дискуссионный клуб или мозговой цель. У нас есть Балдайский клуб, есть Игберский клуб, есть Столыпинский клуб, почему не может быть на базе наших организаций, мозгового цель в виде клуба, который должен и обязан будет заседать каждую неделю и обязан будет рассматривать все предложения, концепции, программы, идеи, которые звучали сегодня на этом саду. Чего сидите все? У меня полторы минуты записывают на телеканал. 8.917. Предложение 8.917. 532-03-49 профессор Базарный Владимир Филиппович. Второй телефон. Что вы, извините, насидите, я про ваших детей сейчас говорю. Это подаряю. 8.917. 532-03-49 профессор, доктор медицинских наук Базарный Владимир Филиппович. По его системе спасения детей работают америкосы. В Израиле, иудеи. Япония, который здесь молодой человек единственный выступал по делу, призывал. Второй. Выработал технологию, по этой Конституции можно заставить эту власть наших детей не калечить. Второй телефон. 8.985-975-985-985-985-985. Первой. 8.985-985-985-985-985-985-985-989-985-989. Михнюк Илья Васильевич. Технология К. С Шпашаковым. Указ. Закон. 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 Дети, вы придите сегодня домой и посмотрите, где ваш... Зачем сидит ваш внук и ваш сын? Зачем, я имею ввиду за столом или за партнер? Все, больные все дети. В школе вели, кто ввел в раб партии. Так придите и сделайте. Не говорите, надо мировые революции. Когда мировые революции? В раблограджерские штаны оделись, никто в маяки не пошел. В русской. Последнее. Трахни себя сам. Fuck yourself. Маечки ваши дети носят такие. Сейчас иду, иду. Все. Спасибо. Шабаев, 40 секунд. Владимир Петрович. Я иду туда иду. Друзья, мы здесь прежде всего солдаты. Мы, прежде всего, солдаты, дававшие свою присягу, и мы защищаем здесь военнослужащих, прежде всего. Должны помнить и знать, каждый из нас это знает, кто сегодня получил с чеченской компанией больше всего привилегий, ветеранских полномочий, все прекрасно знают, это люди, которые сошли с войны, которые встроили в систему власти, они получили все медали за выслуху и так далее. Я, как ветеран, бываю здесь, в Чеченской Республике, это отлично знаю. И кто из нас что получил после этого? Второй момент, Донбасская война. Надо признать, что в ходе донбасских конфликтов воевали в большей степени свою граждане Российской Федерации, те же самые военнослужащие, которые давали присягу. Почему у нас сегодня в Донецкой Народной Республике самое большое кладбище неизвестного солдата, где более пяти тысяч военнослужащих Российской Армии в прошлом, почему там у нас государство не находит возможность привести экспертизу ДНК, и жены, матери не знают, где лежат их солдаты. Почему у нас в сирийской компании сотнями гибнут люди, и все об этом молчат? Мы военнослужащие, мы давали присягу или не давали присягу. Кто мы вообще тогда, если мы не в состоянии отстаивать интересы своих братьев? Это образное выражение, теперь к выводам. Хочу предложить в рамках сегодняшнего Совета офицеров создать определенную комиссию. Могу войти в состав, как и в этой комиссии, либо возглавить, как угодно. Но подстаивание интересов сегодняшних военнослужащих, их семей, детей. Понятное дело, без геополитика это красивое слово, но есть реальные люди, есть реальные проблемы. И их никто не решает. Мы никому не нужны, кроме нас самих. Если мы вот такую проблему не в состоянии решить, то что мы вообще в состоянии решить? И еще один момент, вот то, что из высказывания происходило. По земскому собору, это единственный механизм, можно назвать учредительным собором, как угодно назвать. Но это единственный механизм, заставить уважать свою точку зрения. У нас 99% населения стали маргиналами, а 1% делают все, что хочет. Вот эту инициативу отца Сезарова, я же хотел, чтобы занесли протокол и поддержать. Спасибо. Присядник Крестан Александрович, Движение Дети СССР, собираемся в союзные штабы по воссозданию СССР мирным путем. На этом у нас есть программа бархатная эволюция в СССР. Третья степень бархатная эволюция была применена националистами в Армении. Но они не добились цели, потому что они не поставили конкретные цели и правильные задачи. Предлагаю, поскольку в нашей последней истории наибольшие успехи в России и Советский Союз была при сталинской теории системы управления, предлагаю восстановить Конституцию 1936 года и отдача отталкиваться от этого. Пункт номер один. Пункт номер два. Я предлагаю всему советскому народу, выставив на сайте ДетиССР.ру, договор о передаче своих прав Единому Центру Советского Союза, передача прав управления ихми президентами. Договор пропечатан на месте условия для тех, кто дает и для тех, кто исполняет. Прошу рассмотреть этот вопрос и как офицерскому собранию тоже и поддержать всем системам Советского Союза. Убрет один, значит, президент, будет второй. Считаю, что по той же дороге, по которой нас провели, мы должны заставить отступиться и пройти обратно в Советский Союз. Значит, мы предлагаем систему принуждения властей всех республик к советизации. Именно советская система, именно социализм, который обеспечивает равные права, дает ценности интернационализма, свободы, воли и справедливости всему народу, одинаковых прав и одинаковых возможностей. Есть та правда и та идея, которую мы должны принять. Я все сказал. Уважаемые товарищи, вот то, что выступает сейчас, ничего изменить невозможно. Было какое-то легкое надежное наблюдение, на которое придет хотя бы премьеру ставить. Провалилось, левый фронт раскололся, ничего не получилось. Я обращаю внимание, вот сейчас констатировали статью, источником власти является народ. Да, но есть и другая статья, 32-я, где каждый гражданин имеет право участвовать в управлении государством. Или сам непосредственно, или через свое лицо. Второй момент. Тихо, тихо, тихо. Я без микрофона могу выступать. При встрече с прокурорами, полковниками полиции, генералами мне задают вопрос. Николай Анатольевич, вы что хотите поменять систему? Я говорю, будет в моем движении вот такие, как большевики верные, поменяю. А пока я хочу, чтобы вот эта ошибка в Минздраве, в Рособрандзоре не повторилась. На моих детях, на моих внуках я отжил жизнь. Если надо, поду с окрайной жертвой. Мне жизнь уже 60 с лишним лет. Но я не хочу терять внуков, детей из-за бездарной позиции по политике государства. Обратите внимание утверждения премьера. Ладно, я знал, что если Грудинин не изберет, не наберет, не будет рассмотрен. Утвердили премьера, соответственно, Медведева. Ну как Мутко утверждали? Он сам смеется над своей кандидатурой Медведев. Ползала, ржут и утверждают. Вы помните римское право калихово? Привел коммерсенат, утвердили. Но там не смеялись. 21 век. Там 11-21 смеются над кандидатурой. Это не издевательство народа. Над нами не издевательство? Каких фигур там утверждают? Рушатся новостройки, новостройки падают дома. Кого-то удастали по строительству. Профессионала нет. Сельское хозяйство, но бизнес-банкир. Поэтому 32-я статья о право управлять государством. Да, Талашников говорит, нужны деньги, я вам дам деньги за проекты. Но мыслить мы будем по-вашему или по идеям своим. Поэтому одержимые, без денег, большевики, да, уличают, что где-то брали. Да, невозможно без денег поднять народ. А пойдет за вами народ. Вы практикой что-то показали? Вы вышли в лоб. В Минтруде три директора департамента вышли на встречу со мной. По тенсии, по соцзащите, по трех. Хотя я имею право на одного. Увидеть, услышать и что-то сделать. В июне с тремя замминистрами встречаются. Вот таким образом. 32-я статья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Две минуты с несколько. Милого вороны и пешка-аудита. Аудита министерства Российской Федерации. Большое вам спасибо за выступление. Очень конкретно и понятно. Я считаю, нужно внести в проект резолюцию нашего общего собрания о том, что необходима партия. Время решения о расширенном совещании, о том, что офицерского совета... Внимание, команда, расскажите, не было. По политическим организациям. Дарья полковник. Заслужит и обсудим конец президента Академии по политическим программам. И вошел он в ней в переговоре. Еще по вопросу, какое будущее согласимо, расширено совещание. Денька, когда ты не слышал. Кроме, я уже вообще... Считает ситуацию в России крайне опасной, ведущей к возможному разрушению ее государственности. Выражает неудовлетворенность составу правительства Российской Федерации, уже показавшую свою несостоятельность и несущим угрозы исполнения заявленных целей. Отмечает беспринципность действия депутатского корпуса Госдумы и Совета Федерации при обсуждении стратегически важных для судьбы российского народа вопросов, а также при формировании правительства. Однако выражает согласие целям, заявленным президентом России. Следующее. Рекомендует офицерам запаса и в отставке совместно с другими патриотическими организациями активизировать работу на местах под реализацией здоровых сил по поддержке твердого порядка, соблюдения законностей, деятельностей органов государственной власти и бизнес-структуры. Рекомендует обеспечить объединение солидарной сил, привлечь ученых и специалистов для совместной разработки гарантированных и прочных способов достижения целей в кратчайшие сроки. Считает основной формой распространения информации о комплексе практических решений и механизмов, которые может предложить регионам единая команда специалистов, это проведение совещаний, круглых столов, подготовка методологических и партийских мероприятий. Осуществить формирование предложений по законодательному обеспечению вырабатываемых на них решений, создав консиденты их партийского облачения в регионах России. Поддерживает инициативу народного дела преображения по запуску портала «Мир и День», в котором будет представлено лучшие практики решений и поддерживающие механизмы. Рекомендует общественному объединению в правительстве безопасности ОБРА во второй половине июня в Челябинске провести конференцию по контролю за деятельностью органов власти на всех уровнях. Поручая в отформе народного дела преображения провести научно-практическую конференцию с мэрами Баба городов России. И рекомендует создание рабочей группы, в которую входят представители общественно-патриотизм и организаций в движение Всероссийской политической партии «Дела» с целью объединения офицеров запаса и производителей. Кроме этого, поступило порядка шести предложений, которые должны войти в это решение совместно с инициаторами мы их обработали, сформулируем, включим решение и разошлём в политической почте всем присутствующим участникам. Кто задан за проект, заданный проект, прошу заполосовать. С дополнениями, точнением и всё прочее. Наши люди получили задачу, высший офицерский совет нашим собрания, правильно? Все получили, они получили. Поэтому в сентябре месяце провести Всероссийское офицерское собрание и привлечь уже не 120, а 150, а 3-5 тысяч человек со всех регионов. Давайте шесты проведём, тогда шесты будут считаться, помнят, так, уважать. И тогда будем.